Проблемы снабжения чистой водой жителей и предприятий Северного округа Архангельска обсуждались сегодня в правительстве области. Напомним, вот уже почти месяц в домах на сульфате из кранов течет мутная вода коричневого цвета. Специалисты сошлись на том, что всему виной последствия паводка и состояние оборудования на водозаборной станции. Министр ТЭК и ЖКХ Игорь Годзиш сообщил, что в ближайшее время ситуация изменится. На сегодняшний день те химреагенты, которые необходимы для обеспечения качественной очистки, компания получила. Сегодня занимаются заменой. Будем надеяться, что мы к субботе получим уже чистую воду. Может быть даже получится раньше. Сегодня же на совещании решено разработать инвестиционную программу по модернизации сетей на сульфате. Состояние водопровода таково, что потери исчисляются тоннами. Компания «Энерголайнс» получила задание в короткие сроки подготовить программу и предоставить ее на обсуждение. Сегодня от компании требуется, прежде всего, вместе с мэрией разработать те параметры, те целевые индикаторы, которые будут в инвестиционной программе за базу. Мы надеемся, что, как сегодня определили, до конца следующей недели компания все свое видение сформулирует. С учетом требований утвержденных схем водоснабжения, водоотведения, с учетом программ комплексного развития города Архангельска. Потому что такой базовый ресурс, как вода, он, безусловно, во всех планах развития присутствует. Если инвестиционная программа будет принята, система водоснабжения в Северном округе ждет значительная реконструкция. Правда, и тарифы на воду вырастут.